Ну что ж, я всех приветствую, сегодня уже 20 апреля, я с этим чехлом, который сейчас на моем Xiaomi Redmi Note 7, уже получается около 5 дней. И я, конечно же, его не снимал, потому что многие говорили, что он начнет пачкаться, в него будет забиваться грязь. Давайте посмотрим, в каком он состоянии. Сразу скажу, ничего не протирал, не снимал даже этот чехол, так что сегодня будет первое снятие, так сказать. Ну и потом еще через недельку сниму и посмотрим, что будет. Снимать собрался только потому, что заказал себе новый чехол, он мне уже пришел от PZOS. Вот так вот он выглядит, поэтому сегодня буду тестить его, а этот мы рассмотрим, скажем так, в небольшом опыте таком. Ну, в общем-то, мы видим, что внутри не скопилась грязь настолько, что она прям там вываливается или как-то внешний вид портится. Вот смотрите, я попытаюсь под разными углами это показать. Все очень красиво. Да, слегка заляпываются в некоторых местах эти кругляшки, но это лучше, чем оно выглядело, когда заляпывался полностью весь телефон. Потому что тут он заляпывается только если ты неаккуратно как-то нажмешь на сканер отпечатка. А в остальном он защищает, то есть ты не прикасаешься к поверхности телефона. Выглядит оригинально, круто, очень многим нравится этот чехол, но я понимаю, что он на любителя. Ну что, теперь момент истины, снимаем и смотрим, что же с ним произошло за это время с этим телефоном. Сразу скажу, что в этом чехле он у меня один, по-моему, ну один я точно раз помню, но может быть и два раза падал. И, в общем-то, можете увидеть, что он целый, ничего у него не отломалось, кнопки целые все. И, в общем-то, делайте выводы по прочности. Ну что ж, смотрим на сам телефон. Вот поближе покажу. Видно, что телефон хоть и имеет какие-то определенные, да, вот пятнышки пыли и так далее, вот так это особенно видно. Но, слушайте, это не так страшно. То есть это берется, легко вытирается и все. Это лучше, чем, и оно незаметно. То есть когда, вот вы сами видели, да, когда чехол одет на телефоне, как бы смотрится круто. Да, это незаметно, это видно только, когда ты снимаешь чехол. Но вот так даже посмотреть, это небо и земля по сравнению с тем, что было, когда я этот телефон использовал без чехла. Там вообще мраки, то есть там вот эти пятна, они просто остаются вот только в путь. Вот посмотрите, сразу жирные отпечатки начинают оставаться. Хотя руки довольно чистые. Ну что, какие у вас мысли по этому поводу? Напишите в комментариях. Я от себя скажу, что у меня от этого чехла приятнейшее впечатление. Его вот этот единственный недостаток, что он не закрывает камеру. Ну, это уж вы там сами думаете, покупать вам такой чехол или нет. Но я крайне им доволен. Сейчас, конечно, буду использовать вот с таким силиконовым чехлом от ПЗОС. И все будет в отдельных видео. Смотрите на каналах, я это все выкладываю. У меня есть два канала. Заходите на оба и смотрите. На обоих каналах появляется куча интересных видео. В частности, даже про этот телефон. Спасибо за внимание, хорошего настроения. Ваши мысли жду в комментариях. Будет интересно обсудить этот чехол. Ну и, конечно, ссылку, где я его покупал, будет в описании. Там же будет ссылка на кэшбэк, чтобы вы могли сэкономить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok